Здорово, мужики! Мы продолжаем знакомить вас с самыми важными новостями из мира грузовиков и автодорог. Мы продолжаем отслеживать все важные новости, связанные с экономической ситуацией, так как это всё влияет на нас с вами и на компанию WorkTrack в частности. Поэтому не забывайте подписываться на наш канал и все социальные сети. Так вы будете в курсе новостей одними из первых. Приятного вам просмотра! Пристёгивайте ремень, погнали! Крупные компании авторынка один за другим приостанавливают работу в России. Вслед за санкционными мерами западных стран рынок столкнулся с ещё одной проблемой. Это приостановка поставок как самих автомобилей, автобусов и тягачей, так и их комплектующих. Среди громких брендов уже значатся Daimler, которые прекратили своё сотрудничество с КамАЗом, MAN, которые принадлежат Volkswagen Group и одни из самых крупнейших лидеров рынка – это Volvo и Scania. Под давлением западных стран компании фактически вынуждены терять свой рынок. Остановка заводов влечёт за собой огромный список проблем, как для самих производителей, так и для конечного получателя в России. Это касается самих производителей, дилеров и обычных водителей-работяг. Мы постарались вникнуть в этот вопрос и сейчас всё вам объясним. Потери производителей очевидны и более понятны. Все инвестиции в производство останутся нереализованными. Они перестанут окупаться, а значит бизнес начинает нести убытки. Далее дилеры, которые напрямую зависят от производителя. Нет поставок – нет продаж. Нет продаж – нет прибыли. Единственная разница лишь в том, что у дилеров некоторое время ещё будут на складах автозапчасти. Но это создаст дефицит со временем и незамедлительный рост цен. И конечное звено этой созависимой цепочки – это водитель, который сейчас находится в очень непростой ситуации, так как тягач требует постоянного и должного технического обслуживания. И в случае ремонта владелец тягача столкнётся с очень большими проблемами. Но есть ещё пару игроков на этом рынке. Я сейчас имею в виду магазины автозапчастей и независимые сервисы, и также авторазборки. Именно они будут последним оплотом стабильности в этой непростой ситуации. Именно их склады будут максимально долго наполнены необходимыми автозапчастями, как это, например, реализовано у нас в компании WorkTrack. В предыдущем нашем выпуске мы вам уже говорили, что к нам пришла новая партия с Европы с оригинальными БУ запчастями Scania. Сейчас уже все запчасти прошли учёт и поступили в продажу. Наличие необходимой вам запчасти уточняйте у наших менеджеров. Но не всё так гладко, как хотелось бы. Изо всех вышеперечисленных моментов спрос увеличился в несколько раз. Особенно на такие позиции, как кабины, моторы и коробки передач. Плюс ко всему нестабильный курс доллара и евро, что влечёт за собой постоянную корректировку цен. Мы просим вас обращать на это внимание и конечную стоимость уточнять только у наших менеджеров. А для максимально быстрого информирования наших клиентов о новостях, касаемых автозапчастей, их цен и мирового положения дел, мы создали свой телеграм-канал. Подписывайтесь на него, там нет политики, только важное и нужное для вас. Ссылку вы найдёте в описании под этим выпуском. Такие колебания и дефицит на рынке, конечно, коснулись не только оригинальных автозапчастей, но и их аналогов, а также смазочных материалов. К примеру, компания Bosch, который заблокировал свои поставки в России ещё в начале марта, заявляет, что поставки будут осуществляться, пока это будет возможно. Мы активно следим за ситуацией и актуально корректируем свою работу, сообщают в компании. Эксперты прогнозируют дефицит большинства номенклатуры, так как собственное производство внутри страны так и не было отлажено. Лишь отечественные и южнокорейские марки будут иметь хоть какой-то процент автозапчастей. А вот, например, у компании Volvo другая ситуация. Располагая собственным складом в Москве, они выдают запчасти напрямую дилеру под конкретный винномер автомобиля, который приехал на ремонт. И не гайкой больше. Такая же ситуация и на рынке ГСМ, особенно что касаемо моторных масел. Большинство крупных компаний-производителей вышли с российского рынка и нефтяных проектов. Но Shell, к примеру, продолжает закупку российской нефти и газа, тем самым пытаясь стабилизировать рынок углеводорода, но постоянно рискуя попасть под санкции, продолжая сотрудничать с Россией. Такое же отношение приняли и ряд компаний из проекта «Сахалин-1». Налицо разумные действия в отношении рынка. Конечно же, никому не хочется терять ни свои инвестиции, ни рынок в целом. Что ж, ну будем надеяться, что хоть здесь наладится работа в прежнем режиме. Европейские перевозчики просят стопроцентную предоплату за доставку в Россию. В связи с введенными санкциями и многокилометровыми пробками, про которые мы вам рассказывали в нашем предыдущем выпуске, а также с безопасностью наших водителей, на которых уже начались нападения в западных странах, большинство компаний пересматривают свои логистические маршруты и начинают пользоваться услугами зарубежных водителей и машин. Одними из первых, кто перешел на такую схему, стала компания «Магнит». Чтобы обеспечить бесперебойную поставку продуктов из Европы, они полностью перешли на наемный транспорт. А собственным водителям, которые находятся в Европе, поступило распоряжение вернуться в Россию. Сейчас польская сторона готова осуществлять доставку в Российскую Федерацию, но из-за постоянно меняющейся экономической ситуации происходят частые сбои в сделках. Заказчики из России просто отказываются от своих заказов. Чтобы минимизировать все риски, компании-перевозчики просят внести предоплату. Порой она достигает 100%. Усиливаются сейчас ограничения и в морских контейнерных перевозках. Так, например, в порте Роттердам усиленное внимание и проверка как документов, так и грузов, направляющихся в Россию. Логистические компании сейчас очень аккуратны и внимательны как к самим грузам, так и к маршрутам их доставки. Что ж, сейчас мы видим активную перенастройку транспортного рынка. Есть большая вероятность, что с него уйдут крупные игроки и появятся новые компании, которые готовы идти на риск. Еще мы видим, что все эти санкции не нужны европейскому бизнесу. Компании хотят и будут работать дальше с Россией, но на данный момент они несут лишь потери, что в дальнейшем скажется на экономике тех стран, которые приняли ограничения. Современная торговая экономика таким образом устроена, что ее невозможно остановить. И поставки все равно будут осуществляться, но уже с другими контрагентами. Вот и думайте, кто здесь больше потеряет. Россия или западные страны? А что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях под этим выпуском. Нам будет очень интересно все прочитать и обсудить эту тему с вами. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Все ссылки вы найдете в описании. Всем спасибо за просмотр. Пока.